Хорошо, у меня еще туда вода не проникла, а у меня нет. Прошел дождь сегодня, 7 июля. Накрываем на стол. Так, что все? Запомните, когда ударят три раза, это обед. Вон там написано колокола. Я бушал. Три это обед. Все на бой. Один просто собрать его на боя. И бежать только бегом. Но сейчас грязь и тише она. Как ударили, вы никуда не шагу. Так, ну что, можно собирать? По лузам не ходи. По лузам не ходи. Во время дождя аккуратно бегать. Тихим шагом, вместо бегом. Вот это палка. Кто ее принес сюда? Ну не сама же она припала сюда. А в нее заткнешься и нос расхватишь. Это не хрупее и губами. Не хорошо это. Боже, милостью будь негрешному. Создавай меня, Господи. Помилуй меня. Вячеславец и грешил, Господи. Прости меня, грешного. Помилуй и благослови. И освети дары, посылаемые тобою. Словом истинной молитвы. Ты щедрый наш, любящий Отец Небесный. Посети нищих сиротов, одиноких, парализованных, покинутых, бедных, не имеющих пропитания. Тебе, Боже, слава за все, Отец Селеский, твой дух. Хранит. Так. Кто сюда притащил вот это? Да мало того, еще и ввозьем. Ну не сама же она попала сюда. Сейчас же это работает. Все время надо наблюдать. Никто не сознается? Ну кто все время палочки таскает? У нас двое с палочками возятся. Вот эти вот. Я искать даже не буду. Кто притащил сюда ее? Отрешенность полная. Так. У нас подъезжают люди. До крещения осталось четверг. Сегодняшний день закончится. Пятница и суббота. Будут занятия. Завтра будет костер, картошка. Если, конечно, погода подходящая. Ну в субботу батюшка здесь богослужение. В воскресенье после литургии будет крещение. Кто будет допущен. В субботу у нас будет здесь проверка. Стартовно-приходской совет. Вопросы, ответы. У нас есть что отвечать. Мы под дождь не попали, работали. Вот как Бог делает. Даже вот не придумаешь. Нужно работать, пилить дерево. Да не одно. Мы пруд делали. Пришел милиционер. Двадцать лет назад один. И остановил работу. И там наросли деревья. Ну разное. Вот такие вот деревья наросли. Их надо убрать. За коворот. Кому не пойдешь. Пензопила сломанная. Порвалась цепь. То есть делать такие пилы. Даже оценку минус нельзя поставить. Что-то невидимо. Один раз и нету. Покупай деталь. То есть научилась делать так. Продает, она работает. Начал пилить, она лопнула. Бросать жалко. Теперь иди. Пошли у батюшки. Та же история. Убить и не работает. Ну вспомнили его диакона весь. Пошли. Ну ввиду то, что отношения не всегда были на уровне. Я еще заручился с женой. Еще батюшка так по ходатайствуете. Пилу давать нельзя никому. Она хозяина чувствует. Он говорит, у меня тоже не работает. Вот тебе все. Никого нету. Я иду и думаю. Где? Гляжу Надежда Васильевна. Стоит Саша. Вернулся он. Шадрин из армии. А рядом это Татра. Четырехвостная. Отец его приехал. Дальнобойщик. Да они же с собой всегда возят. Саша, а у папы есть? Есть. Я сразу к нему. Вот только молиться в начале. Тут Татра. Дальнобойщик. Понимаете как? Одно к одному. Подхожу. Он кедр закрывает там. Посадил кедр. Есть. Говорит. Ну надо для Маши. Домашние дела там. Такое нету. И однако он пошел. Сергей Павлович на машине. Нас отвез. И там мы работали. Трудно. Она не берет. Но она мелкая. А у меня некоторые вот такие вот деревья уже выросли. Все равно кое-что он сделал. Сделал. Да и немало. Я сказать к тому, что когда Богу доверяешься, как-то Бог удивительно делает. Сейчас позвонили только. Едут наши из Киргизии. Двое ребятишек и отец. Ребятишки наверное небольшие. Стоял в церкви когда. Я не выключаю телефон. Он на окне. Мне сказали телефон звонит. Галендухин Владимир с Катеринбурга едет. Четверо детей он сам. То есть надо подготовить здесь. Кое-что освободить. Где принять. В какое место. Взрослых можно выселить на эту. В гостиницу. Если здесь места не будет где-то. В гостинице там места четыре. Больше. Ну а обиходим. Эрайхан Джайнакова. Казахстан заболела мать. И она в больнице с ней никак не может. Кто еще вот не знаю. Как здесь у них было? Да ничего. Все не было. Занимались словом Божиим. Не было. Ну что. У нас порядок такой. Со взрослыми которые приезжают. И даже дети вместе разговаривают. Со взрослыми нельзя разговаривать. Ничего не расспрашивать. Это нарушение будет устава. Вам знать нужно только то что вам нужно. А вы это забудете в один день. Взрослые. Слышали? С детьми не разговаривайте. Будете провоцировать на разговоры. Они будут наказаны. У нас написано. Для чего? Кинднеппет называется. Ворует детей. У нас сделано все. Чтобы не разговаривали. Не садились в машину. Ну это не два года. Сорок пять. Я не забуду. Как один раз. Поезды к нам приехали. Семьдесят два сразу. А в степи. И принять надо. Дерельни не было. Мы на разъезде. Там. Банками трехлитровыми. По пять банок тащим молоко. Машина проходит. Хлебом. Мешками брали. А другого то ничего нету. Только с собой что. И это время позади. А сейчас деревня рядом. Что надо можно. У нас зелень своя. Картошки. У нас все есть. Все. Рыбу сейчас там парят варят. Так. За стол садиться. У каждого должен быть платочек. Платочек нет. Я вижу нету. Достаньте. Где угодно. Выпросите. Купите. Без платочка за стол садиться нельзя. Первый день. Вы в гости. И вы должны были увидеть. Что требуется насельникам. Взрослым нужно то же самое. Если совсем нет ничего. Значит. Сходить к Надежде Васильевне. Ну и дать там. Она делает платочки. Без платочка за стол нет. И в церковь не ходить без платочки. У кого нет платочки? Так. У вас сюда. Там. У тебя где платочек? Показывай. Да мне не надо келья. Сопли здесь платочки в келья. Что непонятно то? И все хватишься. Что ты. Я на тебя надеялся то. Что ты. Сразу впишешься. А ты ходишь. Видно что уже. Сам себя ставишь вне. У кого нет еще? Платочка. Выходи туда. Ну все значит. У нас тополя растут. Вон там где-то. Это не знаю. Метров 150-200. Надо бежать. Оторвать листочек временного пользования. Платочек. Мы никому не верим. Не верим. Вот говорят. Человек должен быть пессимист или оптимист. Пессимист там всегда. Да нет. Я поеду. Там дождь. Грязь. Не проехать. А оптимист говорит. Ну там проедем. И вот послали в Индонезию. Индонезия большая страна. Ну менеджеры такие. Директор обувной фабрики из Америки. Один пессимист. Другой оптимист. Пессимист сразу дал телеграмму. Здесь все ходят босиком. Тут никому обувь не нужна. Хозяина нету. А оптимист сразу сказал. Здесь все ходят босиком. В корабли везите. Мы их всех обуем. Вот видите как. С одной и той же обстановки. И можно. Они не нуждаются. А можно приучить. И они будут нуждаться. И будут покупать. За стол. Все. Остальные бежите. Бегите. Ты знаешь бегал уже. Возьми его с собой. Тебе не надо спрашивать. Ты беги. У тебя платочка нет. Ты сейчас забежишь с ним вместе. Сорвешь и назад придешь. Другой раз будешь иметь в кармане. Это из-за того, что ты не вписал по сразу. Сиди с ним. Покажи куда бегать. Садитесь. Не забудь этой картофельной. Да. Так. Проходите взрослые сюда. Так. Побыстрее девочки. Побыстрее. Идем. Здесь уже вам не будет. Пока садитесь за дальний стол. Там это все убрать. Убери. Попор. Сосало все убрать. Мы очень сильно поедем в обед. Мы очень сильно поедем в обед. Спасибо. Мы очень сильно поедем в обед. Погоняйте ходите. Спасибо. Это выгодно нам. Внимание. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Во славу Божию ешьте досыто. Барили картошку, и после картошки вода. Кто кашель или бронх, это лекарство. Кому надо, попросите, поднимите руку. Никто не нуждается. А шоколадки кому надо? Все. А, шоколадное горе. Да нет шоколада, я просто спросил. А яблок его в рода забрать не стал. Он ум отнимает, человек делается ненормальный.